Когда речь заходит о микромире, первые, кто приходят на ум обывателю, это инфузории. Эти одноклеточные стали настоящими звездами от мира протистов. И, конечно, первый организм, чей образ появляется у нас в голове при упоминании типа целеофора, это инфузория туфелька. На самом деле она лишь одна из тысяч удивительных видов, что включает в себя эта группа. Сегодня мы узнаем об инфузориях немного больше и увидим их жизнь крупным планом через окуляр микроскопа. С вами Димон и Пумба, поехали! Инфузории, или по-другому ресничные, это тип, включающий в себя по меньшей мере 8 тысяч видов. Среди них есть как свободно живущие формы, так и паразиты различных животных. Целеофоры занимают практически все возможные экологические ниши и являются одними из самых совершенных одноклеточных организмов. Ресничные бывают как очень маленькие, буквально 10 микрометров, так и очень крупные. Например, размеры гигантской инфузории спиростому могут достигать 4 миллиметров в длину, что для микромира очень внушительный показатель. Многие виды инфузорий являются модельными объектами микробиологии. Инфузория туфелька, парамециум каудатум, одна из таких объектов. Найти этих зверей можно буквально в каждой луже, а благодаря достаточно крупным размерам ее можно наблюдать в обычный световой микроскоп. Тело инфузории покрыто более чем 15 тысячами ресничек, которые вместе образуют так называемую целиатуру. Благодаря ей туфелька передвигается, и надо сказать, весьма шустро по сравнению со многими другими микробами, вроде тех же жгутиконосцев. А особая структура вокруг клеточного рта, мембранелла, нужна для создания тока воды, приносящего вкусных бактерий и мелких водорослей прямо в рот прожорливому протисту. Клеточный рот, или цитостом, нужен для заглатывания пищи. В него, как в большую воронку, попадают все вкусные и невкусные частицы. А дальше инфузория, образуя пищеварительные эвакуолии, переваривает все, что можно переварить, а остальное просто выводит через так называемую порошицу. Способ питания весьма удобный. Благодаря создаваемому току воды, пища сама приплывает в рот животного, так что некоторые из ресничных отказались даже от активного образа жизни и перешли к сидячему. Это эпистилисплекателис. Они образуют довольно крупные колонии организмов, прикрепляющихся на длинных тонких ножках к субстрату. Эти протисты напоминают что-то вроде коралловых полипов, только очень-очень маленьких. Все их реснички сконцентрированы на создании мощного течения, что заставляет любые мелкие объекты вокруг них попадать прямиком в цитостом. При каком-либо внешнем раздражении сидящие инфузории втягивают клеточные рты и реснички внутрь клетки, превращаясь как бы в маленькие бочонки. Выглядит это так, будто они чего-то испугались, хотя на самом деле это рефлекторная реакция на любой раздражитель. Но вернемся к активно двигающимся протистам. Помимо ресничек в пеликуле многих инфузорий присутствуют трихоцисты. Маленькие ядовитые нити, выстреливающие при охоте или опасности в потенциальную жертву или врага. Хищных инфузорий очень много, и они весьма эффективно охотятся на как более мелких собратьев, так и на других протистов. Размеры их тоже впечатляют. Вот этих хищных инфузорий я видел собственными глазами, плавающими в банке, без всякого микроскопа. Настолько крупные эти одноклеточные. Еще одна характерная черта инфузорий — это сократительные вакуоли. Они нужны инфузорием для откачки лишней воды изнутри клетки. Но зачем ее откачивать? Ведь мы знаем, что вода составляет основу цитоплазмы любой живой клетки, и без нее она быстро погибнет. Значит, у инфузорий постоянно возникает переизбыток воды внутри тела. Но почему так происходит? Дело в том, что большинство ресничных живет в так называемых гипотонических растворах. Попросту говоря, в пресной воде. В лужах, реках, озерах и болотах. Содержание в пресной воде различных солей стремится к нулю, в то время как внутри клетки протиста их концентрация довольно высока. Из-за разницы в концентрации ионов возникает осматическое давление, и вода из внешней среды стремится попасть в нашу инфузорию. И поскольку мембрана клетки проницаема для молекул воды, ей это легко удается. Вот и получается, что не выкачивая постоянно целеофорой из себя воду, ее бы просто разорвало изнутри на тысячу маленьких инфузорий. Как правило, сократительных вакуолий у ресничных две. На этом видео хорошо видно их работу. Сначала вода откачивается в радиальные каналы, а оттуда попадает в центральную камеру, после чего выводится из клетки. И как вы уже поняли, у морских видов сократительных вакуолий нету, ведь в соленой воде концентрация ионов внутри и снаружи клетки приблизительно одинаковая, и осматическая регуляция ей попросту не требуется. У инфузорий в клетке есть целых два ядра, так называемые макро- и микронуклеус. Макронуклеус выполняет, скажем так, хозяйственно-бытовые нужды. То есть полиплоидный макронуклеус – это вегетативное ядро. Микронуклеус – это ядро генеративное, участвующее в особом, свойственном только инфузорием способе полового размножения – конъюгацией. В ходе этого процесса ресничные обмениваются частью генетической информации, но при этом новых особей в процессе такого «размножения» не образуется. Множится инфузорий просто делением надвое. Такое вот половое размножение в два этапа. Впервые описал инфузорий знаменитый Антони ван Ливенгук. Микроскоп, созданный им в 1676 году, позволил ученому рассмотреть в капле воды сотни мельчайших организмов, среди которых были и вездесущие инфузории. Ливенгук называл их «анималькули», что по-латыни значит «зверушки». 350 лет прошло с тех пор, и теперь инфузории – одни из важнейших модельных объектов микробиологии. Их даже называют «белыми крысами» от мира микробов. Так, например, несколько лет назад геном «Паромециум каудатум» знаменитой инфузории туфельки был полностью расшифрован. Длина ДНК у нее составила более 40 тысяч нуклеотидов, а количество так называемых нанохромосом – более двух сотен. Инфузории постоянно подкидывают ученым новые загадки и сюрпризы, поэтому являются любимчиками студенческих классов и научных лабораторий. Ресничные, по сути, достигли совершенной организации на уровне одноклеточного организма. Из-за этого долгое время считалось, что многоклеточные животные могли произойти именно от них. Однако реальность оказалась немного иной. На самом деле к многоклеточности пришла другая, более просто устроенная группа микробов – жгутиконосцы, о которых мы еще обязательно поговорим. Инфузории же на данный момент достигли своего совершенного состояния, стали, можно сказать, сверхпротистами, но одновременно и уперлись в эволюционный тупик. Им больше некуда развиваться, ведь клетка не может расти бесконечно. Но, кажется, целеофорам этого и не нужно. Инфузории настолько успешные протисты, занявшие все доступные микроорганизмам ниши, что, наверное, легко переживут и нас. Ну а пока этого не произошло, вы можете зачерпнуть немного воды из ближайшей лужи, раздавить капельку между двумя маленькими стеклышками и увидеть целый мир, обитающий в ней. Спасибо, что погрузились сегодня со мной в жизнь удивительных существ – инфузорий. Спасибо всем, кто поддерживает канал лайком и подпиской. Отдельная благодарность всем ребятам с Boosty, что делают возможным выход роликов с дорогостоящим оборудованием. Пишите в комментарии, о каких еще микробах вы бы хотели узнать подробнее. Я обязательно учту ваши пожелания. С вами сегодня был Димон и Пумба, да пребудет с вами инфузория Туфелька, и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok